Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология» Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ» для лиц старше 16 лет Доброе утро, друзья! 11.06 в Москве Мы рассказываем о главных событиях ушедшей недели в области онлайна, дополненной реальности, виртуальных социальных сетей и всего чего угодно Что, как я регулярно выражаюсь, делает наше с вами настоящее из еще недавно далекого будущего Напомню, что звучим на 99.6 в Москве, либо на onfinam.fm, если вы находитесь в онлайне, слушайте нас в интернете Также напомню, что мы отобрали для вас шесть самых важных новостей Три из которых обсудим основательно в виде таких развернутых новостных сюжетов И три поговорим о трех, еще поговорим в экспресс-режиме В студии ведущей программы — гендиректор Центра онлайн-образования «Нотология» Максим Спиридонов Это, собственно, я и эксперты этого выпуска, которых сейчас представлю Дмитрий Агарунов, основатель компании «Геймленд» Приветствую, Дмитрий! Здравствуйте, доброе утро! И Вадим Федотов, гендиректор группон «Раша» Приветствую, Вадим! Добрый день! Спасибо за ваше присутствие и возможность пообщаться Значит, коллеги, для вас и для наших слушателей сначала главные новости, которые сегодня будем обсуждать Итак, поговорим о том, что Google выпустил собственную дебетовую карту Также речь в этом блоке пойдет о будущем онлайн-банкинга О роли классических банков и о системе мобильного банка Которая, собственно, отчасти уже противостоит этим самым классическим банкам Далее поговорим о слиянии трех крупных интернет-магазинов «Ютинет», «Сотмаркеты» и «Единос-шесть» К чему это может привести? Как повлияет на рынок и коммерс «Рунета»? Ну и в завершении выпуска поговорим о запуске «Майком» Международного проекта «Майл.ру» Попробуем определить перспективы этого ресурса Попытаемся понять дальнейшую стратегию развития международного бизнеса «Майл.ру Групп» Ну и теперь спецрежим, как обещал, еще три важных новости Первый из них Как будто бы не про интернет Однако, несомненно, именно интернет является причиной оной Компания «АОЛ» закрывает проект «Винамп» 20 декабря прекратит работу сайт «Винамп.ком» И связанный с музыкальным плеером сервисы Уходит эпоха Не находит, Дмитрий? Нет, не нахожу Почему? Ну, я считаю, событие незначительное Сам по себе плеер не представляет из себя ничего такого высокотехнологичного Да, но при этом он стоял практически на каждом компьютере Ну и что? Ну как? Ну, некий знаковый момент То есть часть инфраструктуры пользователя Она выпадает, потому что зашла другая часть То есть теперь музыка слушается другим образом И от этого компания «Винамп» Ну, вернее, плеер «Винамп» Компания, которая поддерживает, уходит с рынка, уходит в историю Ну, да, но очень многие вещи ушли Там, как «Полароид» или какие-то другие Однако эти вещи тоже, в том числе «Полароид» были некими знаковыми моментами Да, были знаковыми, а теперь незнаковые Теперь это коммодити Плеер имеет каждая компания Вижу, сердце не дрогнет на похоронах «Винампа» А у тебя, Вадим? Мне тронуло сердце Носталгия появилась Помню, когда я скачивал Как я мог слушать MP3 на этом Я согласен, что уже не актуально И что-то, я думаю, логично развить Как я понимаю, там объявление было последнего, по-моему, более 2 года назад У «Винампа», если я не ошибаюсь Поэтому можно было ожидать Но все равно, когда новости поступили Ты вспоминаешь, как он у тебя стоял на компьютере Как ты его использовал Ну вот были такие устройства, которые, мне кажется, формировали Вообще пользователя того времени, начала двухтысячных в интернете Это ICQ, которая тоже уходит Это «Винамп», ну и еще пара-тройка, наверное, таких программ И любопытно наблюдать, как сегодня вдруг они становятся Из, востребованными всеми, совершенно ненужными Ну, собственно, об этом и речь в этой новости Скажу о том, что музыкальный плейер «Винамп» был создан в 99-м году Компанией «Нульсофт» В 99-м году компаниями с сервисом была куплена «Аул» «Аул» — это все покупал «Аул» — это «Америка Онлайн» Аббревиатура Значит, за 80 миллионов долларов был куплен То есть, в общем, оценился актив весьма себе Какое-то время, думаю, что они считали, что совсем не прогадали Но вот сейчас, очевидно, так не считают Значит, ну вот такие дела То есть, фактически, музыкальные плееры вытеснены С одной стороны, плеерами на мобильных устройствах С другой стороны, обычными плеерами Ну и просто обычными хранилищами музыки вместе с плеерами Такими, как в России — это ВКонтакте Для стран цивилизованных — это Spotify и уже с ним Едем дальше И очередная новость Российская «Винчурная» компания представила обновленную стратегию развития Теперь компания будет ориентироваться на пассивную и предпассивную стадии А также перенесет свое внимание на отрасли На отрасли IT, которые не связаны с интернетом Как сообщили в РВК, будут созданы отраслевые пассивные фонды для инвестиций в компьютерную медицину Биотехнологии, энергоэффективность и интеллектуальные системы Раз такой сильный игрок смещает акцент внимания Надо ли понимать, что интернет начинает терять свою инвестиционную привлекательность? Дмитрий, как считаете? Ну нет, я не вижу никакой связи Речь же идет о пассивной стадии, а не уходе из интернета Кроме этого, это венчурное инвестирование, которое совсем не обязательно связано с интернетом Технологии есть не только в IT, не только в интернете, не только в сети Однако бум венчурное инвестирование в России последние годы, наверное, был связан именно с интернетом Сейчас получается, что акцент начинает смещаться, или это не так? Ну, как по факту смещается у меня такой статистики нет Я скажу, что у меня немножко знаком с венчурным рынком Израиля Или чуть меньше с Соединенными Штатами Есть главные направления, есть чуть больше направления, но интернет только часть Интернет и IT это самые большие направления, но они даже не большинство Очень много научных разработок, венчурных инвестиций в медицине Как ни странно, выращивание Странного ничего здесь, наверное Странного ничего, поскольку медицина насущный вопрос для каждого из нас Я бы сказал, в интернете стартовать легче, больше, такие вот сервисные обычные вещи Но они не связаны с принципиальными, технологическими или научными открытиями Ну да, Владим, ты как смотришь на это? Становится ли менее привлекательным интернет с точки зрения инвестиций? Я не думаю, что менее привлекательный Я согласен, что в последние пару лет, может быть, не все венчурные инвесторы были довольны Ретерн, которые они получили, и насколько это скорость, как они ожидали С точки зрения развития рынка в России, что результаты были не те Я не думаю, что в этих отраслях, может быть, они быстрее выйдут в этом направлении И сейчас вкладывают в них больше внимания Но я думаю, что здесь баланс опять вернется И в интернет опять будет больше в фокусе Если такой этап в данном месте еще два года, два-три года, как озвучено было Пусть так будет, но интернет в России на такой стадии Бэйби-стадии, который находится в сравнении с Европой и США Что этот фокус быстро опять вернется к интернету Я вот думал, говорить, не говорить, это слушателям Объясню, что Вадима русский второй родной, фактически, да? Поэтому то не... Третий? Третий родной, да? Поэтому некоторое необычное звучание некоторых фраз, оно как бы оправдано Ты замечательно говоришь по-русски Для человека, который, в общем, в русской среде не рос, я понимаю, да? Три года жил в России Окей А до этого всю жизнь ты жил в Германии? Германия, потом США Понятно Вернемся, собственно, к новостям И очередная история, которую хотелось взять в фокус Издание Роим опубликовало документ под заголовком Конфиденциальность мессенджера Телеграм Краткий тейс анализ юристов и индустриальных экспертов Который, как утверждает издание, ссылаясь на некий источник Был составлен представителем фонда United Capital Partners То есть акционера Крупнейшего акционера ВКонтакте В документе сообщалось, что защита данных В дуровском мессенджере является ненадежной А сам Дуров, возможно, сотрудничает со спецслужбами США Не обвинили, по-моему, только в том, что он пьет кровь христианских младенцев Как это традиционно делается Дмитрий Вот эта вот конфронтация Между генедиректором ВКонтакте Господином Дуровым И главными акционерами Она к чему придет, с вашей точки зрения? Ой, вы знаете, я не знаю, к чему она приведет Если конфронтация настоящая Это независимо, это ВКонтакте или нет Это всегда нехорошо для компании Ну, это, в общем-то, область взаимоотношений и здравого смысла Чем описывание какой-то конкретной компании Я не обладаю внутренней информацией Поэтому ничего специфичного сказать не могу Но знаю, что конфликт директора с акционерами всегда Это плохая вещь Всегда очень опасен С этой историей вообще многое неясно Прокомментирую это от себя Однако является ли этот ворбационный слив Делан рук акционеров или оппонентов Дурова Я понимаю, Дурова и на этот Capital Partners или нет Очевидно, что между ними есть такая вот Такая подковерная война И это, несомненно, на пользу проекту не идет Вообще, ВКонтакте на сегодня, с вашей точки зрения Имеет ли перспективы развития основательного? Или он достиг своей? Вы знаете, любая компания имеет перспективы развития Даже если кажется снаружи внешним наблюдателям, что это не так Область такая очень интересная, очень быстроменяющаяся Нам сегодня кажется, что ВКонтакте и Фейсбук это такие столпы и гиганты Но так же, как Винап, через 10 лет они могут исчезнуть А могут быть только сильнее, как Google и Apple Поэтому, как себя люди будут вести, на чем будет делаться бизнес Что будет с защитой информации, мы не знаем и не знает никто Ну, история ускоряется, это несомненно Закончу эту новость, информация о том, что высказываются предположения Что данный документ вообще создан при участии самого господина Дурова Для пиара мессенджера Telegram В общем, будем наблюдать дальше за тем, как будут строиться у них взаимоотношения А через пару минут продолжим рассказ о главных событиях онлайн-среды За прошедшую неделю речь пойдет о будущем электронных платежей Программа «Рунет сегодня» Совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нетология» Ведущий программы генеральный директор Центра «Нетология» Максим Спиридонов Главные события российского интернета В авторской программе Максима Спиридонова «Рунет сегодня» Программа для тех, кто не только пользуется интернетом Но и строит свой бизнес в глобальной сети Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия Новые идеи, новые компании, взлеты и падения Имена нынешних и будущих виртуальных звезд Будьте в курсе событий во всемирной паутине Слушайте «Рунет сегодня» Каждый понедельник в 11.05 на «Финам.ФМ» 99,6 в Москве Для лиц старше 16 лет Между тем мы продолжаем рассказывать о главных событиях онлайн на ушедшей неделе Меня зовут Максим Спиридонов Я агент директора Центра «Нетология» Ведущий этой программы Эксперты выпуска, находящиеся в студии рядом со мной Вадим Федотов, генеральный директор «Группон Раша» И Дмитрий Агарунов, основатель компании «Геймленд» Коллеги, продолжим разговор У нас на очереди очередная новость Я бы сказал даже так Очередной новостной сюжет Как вы считаете Можно ли сказать, что сегодня электронные платежи Электронные платежные системы Активность крупных интернет-компаний в направлении финансов Негативно влияют на традиционный банковский сектор Можно ли сказать, что они уже Представят для него опасность Вадим, ты что думаешь? Я думаю, что безусловно направление развивается Я думаю, что та структура И как мы учимся пользоваться В том числе в интернете Платежными системами Будет конкуренция к банкам Потому что мы больше и больше переходим Мы видим развитие, что Сама идея, что скоро не нужен кошелек Нужен только телефон Присутствует Но если мы сейчас отойдем до новостей По точке зрения Гугла Я думаю, нужно чуть дальше развивать Мы дойдем до них, подожди Тогда еще не будем обсуждать Само направление Да Направление небезопасное для банковской системы Ну как бы России, так сказать В общем, глобальная банковская система Глобальная, глобальная И вклады, кредиты И какие-то переводы, инвестиции С точки зрения платежей Безусловно, современные платежные системы Они часто оперативнее, удобнее банков Но банки тоже часто уже имеют аналогичные системы И они, скажем, точно не хуже То есть конкуренция, безусловно, есть и она будет Но банки обладают такой же инструктурой платежей Как и интернет-компании Ну, в общем, эту дискуссию мы продолжим После того, как послушаем новость Про финансовые инициативы Гугл Корпорация Гугл Представила собственную дебетовую карту Она позволит своим владельцам Расплачиваться в магазинах И снимать деньги в банкоматах Принимающих карты системы MasterCard На данный момент Использование карты от Гугл Возможно только в США Предположительно, только начало Прощупывание почвы Верно, Дмитрий? Ну, может быть, просто начало бизнеса Карта-то существует уже То, что они построили систему карт своих на базе MasterCard Это говорит о пилотном проекте Полагаете, что будет своя платежная система Надкарточная? Вы имеете в виду процессинг? Да Ну, я имею в виду, вот просто Есть две глобальные системы Несколько Две просто и более заметных MasterCard Visa Есть там UnionPay Более поляной в Китае и азиатских странах Но это именно артефакты Старых банковских систем А вот будут ли строиться Новые инфраструктуры? Ну, я думаю, MasterCard и Visa Они только формально старые Они, во-первых, не так давно появились Во-вторых, это сверхвысокотехнологичные Компьютерные компании Потому что основа это электронные расчеты По всему миру Огромная сеть И берут они очень маленькую комиссию Поэтому, в общем-то, стоит Я, насколько я помню Стоимость компании Visa Около 15 миллиардов долларов То есть, ну, тоже не такая космическая стоимость Для таких гигантов, как Google То есть, здоровье MasterCard Можно пока не волноваться, иными словами Ну, я хочу сказать, что это тоже Как бы не играет роли Что, кто делает эти платежи И с какими целями И сколько на этом зарабатывают Это и есть суть Как это называется Это внутри Google Или это какая-то общая тема Я думаю, что доверие в целом MasterCard и Visa Компаниям, которые сосредоточены На таких платежах Именно по картам Оно будет больше Потому что все-таки Это не фокус Google При этом, такая компания, как Google Если они для каких-то своих целей Поставят цель Они вполне могут От простой покупки До замены и подмены Такой сервис организовать Ну, вот Собственно, в этом вопрос Насколько далеко готов зайти Google Я немножко дам информацию Для нас, слушателей Дебетовая карта Google Привязывается к аккаунту Клиента платежного сервиса Google Valet Google кошелек Заказ и пользование Карты бесплатно Сегодня только в США Правда, работает это Но, видимо, будет Разворачиваться на весь мир И дойдет до нас По-видимому со временем Лимит покупки составляет Пять тысяч долларов в сутки То есть, ну, такие Более-менее стандартные условия Насколько далеко готов зайти Google? Как ты думаешь? Я думаю, когда они делают такой шаг Они готовы очень далеко зайти Я, когда это прочитал Для меня было просто мышление Что, наконец-то У меня, как пользователь У тебя есть твой банк И тебя есть там Или Google Wallet Или у тебя есть PayPal аккаунт Где ты можешь покупать вещи Но у тебя всегда будет У меня всегда было ощущение Что надо иметь оба Чтобы, в том числе, снимать деньги Оплачивать в реальном мире Не в электронной коммерции Если Google сейчас входит И дает мне шанс Объединять это вместе И мы знаем, что развивается Больше и больше В электронной коммерции Оплатежи И мы более глобальным уровнем выходим Я думаю, что это только первый шаг И то, что они с MasterCard С партнерства выходили И у них будет охват Ты можешь использовать карту Больше ты везде В всех местах Я думаю, что развитие Достаточно интересное будет И что Google будет Больше и больше охватывать Об этом много говорится Последнее время О том, что традиционные банки Подменяют бренды Известных тренд-компаний Какие-то ресурсы Которые прежде Банкской деятельностью Не занимались Мобильные операторы В том числе По сути дела Что такое банкинг Ну я так на уровне дилетанта Который банкингом не занимается По сути дела Это некий бренд Которому есть Достаточное доверие И в котором есть уверенность С точки зрения стабильности А дальше Ну уже вопрос инфраструктуры Конечно Умение построить Все эти финансовые инструменты Но вот вопрос доверия И масштаба Это именно то На что отвечает Google На что отвечает Не знаю Yahoo На что отвечает Отчасти может быть Яндекс уже в России Или Mail.ru Согласны, Дмитрий? Ну согласен Согласен, да Еще раз говорю Финансовый сервис Могут оказывать И оказывают по всему миру Не только финансовые компании Уже давно Мы видим появление Финансовых компаний Здесь в России Они очень большие По сути Сами превратились в банки Или в расчетные центры Такой-то обмен Он происходит Немного цифр Согласно исследованиям Американской компании Инстат В 2015 году Вырастет До 375 миллионов Количества людей Которые используют Для оплаты товаров И услуг Собственные мобильные телефоны Объем транзакций В этом сегменте Достигнет отметки В 1 триллион долларов Другие исследователи Компания Юнипер Возможно Неправильно Позже Утверждает Что в период С 2017 по 2017 годы Количество людей Пользующихся Банковскими услугами С мобильных устройств Вырастет 590 миллионов Уже до миллиарда человек Это до 2017 года И к 2017 году 15% от всех Пользователей Мобильной связи Будут пользоваться Мобильным банкингом Во всем мире В общем Масштаб этих изменений Действительно Велик И похоже Все только начинается Вадим верно? Верно И просто я могу Поделиться Точнее компанией Группон Что был Квартиальный результат Больше чем 50% платежей Которые сейчас Проводятся Покупки Группона Делаются Через мобильные устройства И мы видим Что и в России Это просто Экспонациональный рост Что люди отходят Банкские карты Используют Другие инструменты Для платежа Совсем недавно Пециалисты компании Deutsche Bank Огромного банка Вадим знает В Германии Простирающегося За пределы страны Представили исследование В котором говорится О смерти классических банков В результате развития Народ технологий О возможной смерти Разумеется И вот там Даны несколько прогнозов Я позволю себе Коротко их зачитать Значит Четыре сценария Возможного развития событий Первое Новый рынок не состоится Поскольку магазины и банки Предпочли старые методы Оплаты при помощи кредиток То есть Дредкомпании потерпели крах Второе Второй вариант Союз банков С новыми платежными системами То есть они Создали симбиоз И у них все хорошо Третий вариант Возможный Магазины решают Купить терминалы Для новых расчетов На рынке появляются Множественные системы И способы оплаты В этом случае Наличные платежные Сходят на нет То есть наличка у нас Уходит из кошельков Вообще практически Банки теряют доходы От пластиковых карт Невозможно сохранить Высокие комиссии Через время Мобильный кошелек Не обязательно Будет привязан к какому-либо банку А будет просто привязан Скорее всего К какой-нибудь тренд-компании Ну и последний вариант Тренд-компании Пережают банки И полностью захватывают Рынок мобильных платежей И затем берут на себя Остальные функции банка Классические банки Теряют клиентов И в итоге умирают Вот такие вот Варианты развития сценариев Электронного банкинга И коротко скажу Что в Твиттере мы спросили Смогут ли электронные платежные системы Электронные кошельки Полностью заменить Классические банки И получили прям следующие ответы Полностью не заменят Но отлично могут дополнить друг друга Ну вот один из сценариев Который обсуждался Еще вариант Будут развиваться Параллельно дополняя друг друга Еще вариант ответа Уже заменили Яндекс.Деньги и карта Это у кого-то заменили Ну вот такие вот истории На этом Увы, но пора заканчивать обсуждение Мы продолжим разговор О главном событиях недели Сейчас пойдет Объединение трех крупных Электронных магазинов Рунета Уже через пару минут Программа Рунет сегодня Совместный проект Финам.ФМ И Центр онлайн образования Нотология Ведущий программы Генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов Рунет сегодня На Финам.ФМ Продолжаем коллеги Говорю экспертам в студии И продолжаем Друзья говорю тем Кто нас слушает Рунет сегодня 25 ноября 2014 года Дату произношу для тех Кто слушает нас В подкасте Они в прямом эфире В котором мы сейчас находимся В подкасте Традиционно рекомендую Слушать вам программу В обязательном порядке Если вы не оказываетесь У радиоприемника Или около компьютера В 11.00 понедельника Следовательно Вы сможете послушать Этот выпуск В любое удобное для вас время Подписывайтесь На сайте Финам.ФМ Либо в iTunes По запросу Рунет сегодня Меня зовут Максим Спиридонов И эксперт этого выпуска Дмитрий Агарунов Основатель компании Геймленд И Вадим Федотов Генеральный директор Группон Раша Вместе мы обсуждаем Новости Главные новости Ушедшей недели Как Рунета Так и глобальной сети Сейчас собственно О Рунете пойдет речь Но прежде Традиционно До новости Хочется создать контекст В собственных головах И головах Слушающих нас Контекст для этой новости И для этого Задам вопрос Общий Как бы вы Актеризовали Степень Зрелости Электронной коммерции В России На сегодня Мы в самом начале Мы в стадии насыщения Где мы находимся Дмитрий Мое мнение Скорее Между началом И серединой Вадим Намного ближе К началу К середине К отношению Не только Не только то что мы предлагаем А отношение пользователей К интернету На данный момент Мне кажется Что зрелость Отрасли Она Именно этой отрасли Онлайн Торговли Ну собственно Вообще Зрелость Онлайн индустрии Как таковой Она во многом И определяется Массовостью Погружения В нее Обычного пользователя Вот так вот скажу Потому что Те же самые технологии Которые есть в Америке Скажем Они тоже есть у нас Но вот вопрос Массовости Использования технологий То есть в общем Мы пока еще Только в начале Ты считаешь Мы только Как потребитель Только сейчас Начинаем понимать Какое преимущество Из интернета И что можно ожидать От него А ты сравниваешь С корректно Западной Европой Я сравниваю Полностью с США И конечно Западной Европой Где просто отношение Совсем другое Где это не Не альтернатива А это твой Главный фокус Когда ты думаешь О личной покупке Или может О личной активности А что мешает Дмитрий Пользователю В России Также активно Вовлечься В интернет В покупки Через интернет Как это произошло Скажем В Германии В США Да ничего не мешает Пару лет И так же увлечемся Попросту говоря Неготовность Привычка И в Соединенных Штатах И в Западной Европе Тоже не все моментально Создавалось Вот Там есть Привычная Посылочная торговля Там есть Привычные Привычка Использовать Курьерскую службу Для товаров Если Ну там Вы бываете В США Вы наверное Видите На ковриках Всегда стоит Куча посылок У людей У нас пока Такого нет Поэтому Инфраструктура В интернете В e-commerce Знаете Все таки 90% Это commerce То есть Физический товар Надо физически Доставить Для этого Нужна Инфраструктура Физических Компаний Таких Как курьеров Которые Умеют доставлять До двери Надо сказать О том Об этом Не часто Говорят Люди Рассуждающие О неразовности Электронной коммерции В России О том Что Де факто Электронная коммерция В разных странах Она встала На плотную Инфраструктуру Уже существующей Каталожной торговли Всякие Отто Квейли И прочее Если брать Германию То что мне знакомо И знакомо Вадиму Несомненно Подобные истории В США Это все было построено То есть То что является Сегодня главной болью Для России Доставка И логистика Там было готово Еще там была готова Привычка платить По телефону Дистанционно С кредитной картой Еще там была Огромная инфраструктура Очень эффективных И недорогих Курьерских служб Привычка Дистанционной покупки Да Вот это вот Доверие К этой дистанционной покупке Да Вадим Я просто полностью правильно Согласен здесь Просто Электронная коммерция Это продолжение В Западе То что было до этого Просто в другом формате Как я это вижу Не в каталоге А на экране И конечно В момент доверия То что я сталкиваюсь Каждый день Где да У нас есть Сто кто-то пользователей В России 60 миллионов плюс Но сколько из них Готовы заплатить в интернете И не бояться Что с этими данными С этими цифрами Что случится Если я в Германии В США нахожусь Я спокойно понимаю Там Very secure Я могу Знать что дальше Что-то случится не так Мой банк Защитит меня Мой интерес В России есть переживания А что случится В момент данном Когда они попадут Чьи руки не попадут И что будет в дальнейшем Окей Сейчас об альянсе Трех больших Электронных магазинов Рунета Надо напомнить Что у всех троих Общий инвестор Это компания Q1 Holdings Которая владеет Контрольным пакетом Акций во всех трех проектах Или почти контрольным Там с Ютинетом Как я смотрел Там Сорок с чем-то Поскольку они выходили На биржу И часть пакета Отдали Но пакеты максимальные В каждом проекте Именно этой компании И поэтому Подобное слияние Оно в общем Является у многого Инициатива акционеров По всей видимости Насколько значимы Это событие для Рунета Как вам кажется Как это может коснуться Покупателей Если коснется Дмитрий Ну я думаю Покупателей Не сильно коснется Они в идеале Должны ничего не заметить А вот прибыльность Этих трех компаний Должна повыситься Потому что Это будет Одна бухгалтерия Одна финансовая служба Возможно Один офис Один склад Одна логистика Поэтому Издержки Могут быть Значительно ниже Оборот такой же Могут высыпаться Лишние деньги Для улучшения Сервиса Или для Закупки Лучше Большего количества Товаров Ну вот По подсчетам Которые Приводились В разных источниках Эти три магазина Суммарно Объединившись Могут занять Такую долю рынка Которая соответствует Крупнейшим игрокам Таким как Озон Таким как Ибэй Является в России Ибэй Так же Хотя и толком Не зашел еще в Россию Но уже Довольно крупный продавец В силу Популярности Известности Видимо Ассортимента Вот Вадим Как тебе кажется Это слияние Будет ли оказывать влияние Кокрепного потребителя И вообще Что означает для рынка Я очень надеюсь Что потребитель Почувствует изменения В позитивном направлении Если мы говорим Что они будут Размеры озона Ибэй Это по-моему 2,5% охвата рынка Да если не ошибаюсь Около того да 2,5-2,6 2,5-2,6 Это мы говорим Про то что И их возможность При закупке И окончательной ценой Будет лучше А если мы говорим Что Как все Во время Про серии заговорили Что мы возьмем Самые сильные стороны Всех В точке И регионального Представительства И логистика То что мы можем Ускорить процесс То что мы обсуждали По доставке От самого товара Я думаю Что потребитель Должен выиграть А для России Это хорошо Когда появляются Такие структуры Более-более крупные Которые могут показать Другим игрокам К чему стремиться Это будет помотивировать Других игроков В этом направлении Больше вкладывать И лучше развивать У нас на связи Руководитель Одной из трех компаний Вошедших в слияние Всеволод Страх Основатель Сотмаркета Всеволод Слышишь нас? Да, добрый день Добрый день Как бы ты прокомментировал Это слияние Вот если можно Не в таком Праздничном формате То что мы Вместе Рванем К новым высотам А рационально Ты как руководитель Насколько Видишь это Целесообразным Является ли это В том числе И твоим желанием Или В данном случае Ты поддерживаешь Волю акционеров Ну, во-первых У нас Все совместными Переговорами Мы все решаем У нас нет такого Что кто-то придумал И мы бежим вперед Мы просчитали Эффективность Мы просчитали Какая будет экономия Мы нашли действительно Операции Которые будет Выгодно объединить Понятное дело Что фактически Сейчас Три компании Строят Каждую свою Инфраструктуру Вот После объединения Явно понятно Что Вместо Трех Логистик Будет Одна Наиболее Эффективная Вместо Трех Коул-центров Будет Один Эффективный Порежем Фикс-косты В целом По трем Компаниям А переменные Будем выбирать По степени Эффективности Внутри Каждой Компании При этом Три бренда Сохранят Своё присутствие На рынке Конечно Для клиентов Ничего не Изменится А нет ли Тогда смысла Слить В том числе И Сами Компании Это может быть Однако Если вы Укрупнитесь И станете Таким вот Супер брендом Стоящим Из трех Под одним Названием В итоге То наверное И доверия Будет больше Потому что Главный вопрос Один из важнейших Вопросов Рынка Доверие Оно Скорее Относится К большим Компаниям Доверие Оно формируется Не наличием Одного бренда А доверие Оно формируется Качеством услуг Которых мы Предоставляем Поэтому Если качество Услуг Будет Хорошее То и будет Доверие Вот пока Это не обсуждается И это мы не видим Как рациональные вещи Для объединения Площадок А будет ли Единое руководство У вот этой Объединенной Структуры Конечно Конечно Мы Все фаундеры Останутся В бизнесе Просто Я как сказал ранее Мы выберем У какой компании Что лучше получается Кто лучше Какими блоками Управляет Соответственно Просто-напросто Компетенции Эти внесем Внутрь Единой компании Хорошо Спасибо большое Это был комментарий Селда Страха Основателя Сотмаркета Одной из компаний Вошедших Вот этот Сливающийся Холдинг Как вам кажется Коллеги Вот с одной стороны Все правильно И все красиво Все хорошо С другой стороны На практике На практике Мне кажется Я выступаю Как скептик Наверное Сознательно Для того Чтобы компенсировать То что ты так Оптимистически настроен Но проблема Может быть очень простая Каждый из основателей Компании Каждый из руководителей Компании Так или иначе Привык быть лидером И вставать В структуру В которой он лидером И не является Окончательным И его слово Не является последним Довольно сложно Не находите Дмитрий? Да При слиянии Много проблем Включая ту Которую вы назвали Я не знаю Личности Каждого из этих лидеров Но Если лидер рациональный А судя по короткому Сказанию Всеволода Именно так и есть То Каждый находит Свой участок Где он лидирует И Одна из частей Хорошего лидера Это умение договариваться Поставить себя На то место Где он наиболее полезен А не борьба За власть Значит Скажу о том Что на минувшей неделе Также у Мастер Банка Отозвали лицензию Что вроде как Не является нашей новостью Но Оказалось Что на интернет-торговле В Рунете Это может сказаться Поскольку он был Одним из пяти банков В которых есть Собственный процессинговый центр Для онлайн эквайринга А остальные четыре Это Альфа-банк ВТБ Сбербанк Московский индустриальный банк И в общем Кое-какие компании Говорят В интернете Именно и коммерс Пострадали от того Что Не смогли принимать платежи Там видимо они переключались Но Насколько сильно Зависит От инфраструктуры Сейчас банковской Все еще Существующей Доминирующей Это относясь К предыдущей новости Зависит Электронная компания У вас много платежей Проходит Именно таким образом Собственно Наверное все Большинство Около Ближе к 70% Сейчас так проходит И эта новость Да Они из пяти игроков И мы сами Сталкивались У нас есть партнеры Которые работают За этим эквайром Которые пострадали Во время этого срока Где они переходили Которых не было План БЛ Параллельной системы И мы знаем Что другие игроки В рынке Это на них повлияло На их бизнес У них реально Несколько дней Просто выпало Вот эти 80-70% Их платежных систем Которые они могут принимать Я хотел бы Обратить внимание На то Что мы Разговаривали о платежах Забыли упомянуть Рой регулятора Вот Государство Очень любит Регулировать Финансовую систему И в некоторых странах Это может быть Существенным фактором Мы видели Как это решение Регулятора Это неестественное Самовольное Желание банка Уйти с рынка Ну да То есть это способ Давления на рынок Нет Это регулирование Вообще Традиционно Государство Очень любит Регулировать Финансовую сферу И все кризисы Традиционно В США Или не в США Начинаются С финансовой системы Там где много Регулирования Там мало рынка Где мало рынка Накапливаются перекосы Окей На этом На сегодня Закончим Про электронную торговлю Впереди нас Ждет интересная Дискуссия Об амбициях Компании Mail.ru И желание выйти В глобальный интернет Программа Рунет сегодня Совместный проект Финам.фм И Центр онлайн образования Нотология Ведущий программы Генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов Рунет сегодня На Финам.фм Ну что ж Продолжаем Друзья Это программа Рунет сегодня Главные события онлайна Самое интересное С комментариями экспертов Которые Как надеюсь Дают больше понимания Того К чему собственно Та или иная новость Приведет Поскольку мне кажется Это наиболее интересно Не просто констатировать А еще и определить К чему На чем сердце остановится Как это говорится Или на чем сердце Успокоится Не остановится Меня зовут Максим Спиридонов Я гендиректор Центра онлайн образования Нотологии Ведущий программы Эксперт этого выпуска Вадим Федотов Генеральный директор Группон Раша И Дмитрий Агарунов Основатель компании GameLand Коллеги Давайте вспомним Как российские онлайн проекты Или просто проекты Из области Высоких технологий Российского производства Которые имели успех На западе Опять-таки Снова для того Чтобы нарисовать Контекст для следующей новости Что вспоминается тебе Вадим Или ничего не вспоминается Ну начну например Классический вариант Касперский Ну да Касперский Да конечно Эбби компания Которая занимается переводами Кого-нибудь Вспомните еще Дмитрий Ну тоже в области Айти безопасности Только из компании Например Диджитал секьюрити Которая занимается Безопасностью Систем САП Что еще Есть параллельс Построенная Есть параллельс Да Белоусовым Ну в общем Есть проекты на сегодня Которые имели Определенный успех Больше или меньше Какие-то стартапы Выскакивали И Исчезали там Не знаю Пресловутый успех Чат-рулет Можно вспомнить Которая гремела Очень Так Скандально Гремела Надо сказать И очень недолго Ой Я же совсем забыл У нас огромная индустрия Видеоигр Миллиардная индустрия Российских Компаний Которые делают Мировые видеоигры Есть такое Да Очень много Да Это прямо целая индустрия А не одна Две-три компании Так и подмывает Назвать в том числе Российской компанией Вот эту вот Историю с танками World of Tanks Белорусская Она белорусская Но при этом подмывает Назвать Российской Поскольку близость К Белоруссии Это просто Невероятное Явление Абсолютно Фантастическое Согласен Особенно учитывая то Что Белоруссия Не самое подходящее Вроде как место Для создания Такой Это доказывает Что дело не вместе А труд одинаковый И сегодня Любой город Любая деревня Имеет возможность Такой сделать Бизнес Мирового масштаба Да Было бы Волшебное время Было бы забавно Чтобы следующий Фейсбук вышел От кого-нибудь Из новых Восюков Белорусы разрешают нам Ими гордиться Не обижаются Хорошо Сейчас про большие планы И вероятно Большие надежды Наших коллег И соотечественников Компания Mail.ru Group Запустила Англоязычный проект My.com На данный момент Ресурс включает В себя Мессенджер MyChat Почтовую программу MyMail И коллекцию Мобильных игр MyGames Кроме того Компания Планирует запуск Фоторедактора Камера У нас, конечно Очень много было Вокруг этого обсуждений В течение недели Я бы сказал Даже копий сломано Как с одной стороны Страны людей Которые восприняли это С большим энтузиазмом Так и с другой стороны Страны скептиков Попробуем разобраться И наказаться Где-нибудь посередине Добавлю, что Помимо запуска My.com Mail.ru Group Открыл офис В Кремниевой долине В Mountain View Такой Один из классических мест По расположению офиса Может быть даже Самое классическое В районе Сан-Франциско В нем сейчас работают Около 10 человек Которые занимаются Продвижением продуктов Проектов в США Хотелось думать Что затея Это у Mail.ru Масштабно И с большими перспективами Но вот 10 человек в офисе Как-то смущают Тебя, Вадим Нет, еще раз Идея достаточно понятна Если мы говорим Про расширение Если будем расширяться Начинаем там Где все начинается С Сириконной долины Имеет там 10 человек Для направления Развития Продаж Как они озвучили Мы хотим находиться Там, где наши партнеры Когда мы говорим Про сам проект My.com Они построили Достаточно Accessible Как сказать по-русски Что? Доступно Доступно Точки зрения Как MyMail Это просто Не их почта А ты можешь Свою личную почту Использовать В их аппликейшене Где они сейчас Стараются охватить И развивать Как раз это направление И давать другим партнерам Возможность В этом участвовать Само предложение Я смотрел Да, интересное Здесь просто вопрос Насколько они готовы Вкладывать Развивать этот Дополнительный офис На Западе И их дальнейшая задача Потому что еще раз 10 человек Было озвучено Это такой Изначальный пиар-ход Теперь вопрос Куда они будут Дальше развивать А интересное предложение Вообще Как считаете, Дмитрий? С точки зрения продуктов Представлены? Да, предложение Интересное Но, к сожалению Сегодня это такое Как комодити Примерно Это такой Стандартный набор Я очень рад Что я бы хотел Чтобы больше Российских компаний В том числе Такой гигант Как Mail.ru Они работали Не только на Россию А на глобальный рынок Нам в России Очень нужны Глобальные компании Свои Которые конкурируют На мировом рынке Коротко объясню Что впервые О желании Выйти на международный рынок Гендиректор Mail.ru Дмитрий Гришин Объявил Еще в декабре 2019 года Год назад Тогда же По всей видимости Было приобретено Доменное имя My.com По разным сведениям Оно стоило Порядка 5 миллионов долларов Причем очень забавно Эту тему Комментировал Господин Гришин В интервью Американского Форбса Он сказал По поводу цены домена Сколько стоил домен Придумай любое число Вношу его на 5 Ну в общем Путем разных калькуляций Придумали число миллиона Множили на 5 Получилось 5 Хотя есть и другие источники Говорящие именно Об этой цифре Но не столь важно Сколько стоит этот домен Сколько Де-факто его красота И Есть На сегодня Более-менее Внятное предложение Хотя Его Такая Обобщенность Этого предложения Стандартность Этих Программ Которые предложены В то же время Вызывает сомнения Потому что Без какого-то Серьезного маркетинга Без вложений В какие-то Уникальные свойства Которые потом Очень нужно будет Донести Американской публике В общем Наверное Перспективы Непонятны Извини пожалуйста Вадим Видишь что ты Берешь дыхание Но скажешь Чуть позже У нас на связи Есть Представитель Mailroom Ксения Чабаненко Пиар-директор компании Mailroom Group Ксения слышите нас? Слышу да Доброе утро всем Доброе утро Доброе утро Какие ожидания От Выхода На глобальный рынок Наконец Долгожданно Я бы сказала Выхода Поскольку Практически год Об этом шла речь Можно ли говорить о том Что Mailroom Всерьез заговорила Об амбициях За пределами СНГ Вы знаете Говорить конечно Можно безусловно Потому что Здесь есть два момента С одной стороны Действительно Некоторое время Уже Назад Мы объявили О том Что Данин Майком Выбран для Глобального развития А с другой стороны Хочется отметить Что эксперименты В области Глобальных рынков И на востоке И в Европе И в Америке Делают с компанией Уже несколько лет Просто это было Не так громко Не так шумно И целенаправленно Надо признаться Что это было Не так громко Не так шумно Потому что сначала Хотелось очень многие вещи Проверить Пощупать Мы традиционно Российская компания Вы все об этом знаете Вот И прежде чем Делать какие-то громкие Выходы Запуски И собственно Каминауты Хотелось тоже Провести Ряд Такой Разведок Боя Что собственно Мы и сделали А что-то можете назвать Ксения? Вы так говорите Конечно Безусловно Конечно С удовольствием Назову Начнем с наших игр Мы все прекрасно понимаем Что Мэргрупп Как крупнейшая Игровая компания В Восточной Европе Как минимум Очень сильную ставку Делает на свои игры Конечно же Вот Так вот Игры наши Довольно успешные Брюжом Ну уже там Годика как три С одной стороны А с другой стороны Внимательные Наблюдатели Те кто следили И многие журналисты К ним относятся Заметили Что уже в августе Еще точнее Правильно будет сказать Еще в августе этого года Три игры уже Были запущены От Developer My.com Глобально И собственно говоря Объявили мы о них Не так давно А с августа Они уже запущены Одна из игр Набрала уже 5 миллионов Инсталлов В андроиде Полтора миллиона На iOS платформе То есть на самом деле Выходили мы уже Ну как бы Выходим Вышли мы не с нулем Да Не с пустым руками В фундаменте Ксения Извините что у нас Осталось буквально несколько секунд Совсем коротко если можно Насколько серьезно Вы смотрите на международный рынок Какую часть бизнеса Может занять Глобальное присутствие Мэлру В общем бизнесе Мэлру групп Если бы мы не смотрели Отечественникам До свидания В освоение этого глобального пространства На этом все Это была программа Родинать сегодня Слушайте нас каждый понедельник Меня зовут Максим Спиридонов Всего доброго И пока